Всю горечь и трагизм самого масштабного военного конфликта в истории человечества семья берестейского поэта Олеся Коско, как и миллионов других советских людей, пережила и испытала на себе. Великая Отечественная война в жизни литератора оставила неизгладимый след и потому совсем не удивителен тот факт, что в своих произведениях он часто возвращается к этой теме, пытаясь, вероятно, таким образом унять боль и тоску под тем, кто пал жертвой в борьбе с фашизмом. Я унук деда Рыгора, якого в первый год войны, в день его народжения, в день его юбилея, когда ему было 40, ровно 40, закатывали немцы и полицей, в моей родной вёсце Чудзин на Ганцевщине. Мой батька был партизаном, потом фронтовиком, был тяжко поранен и пришел с медалем за отвагу. По сложившейся доброй традиции подобного рода мероприятие – это не выступление одного человека, а активный и живой диалог, обмен мнениями и даже дискуссия. Ребята, которые принимают участие в акции, активно готовятся ко встрече со знаменитыми и уважаемыми берестейцами. Кто-то специально учит стихотворения и отрывки из прозы, чтобы продекламировать их в качестве подарка гостю, а кто-то готовит интересные вопросы и готовится их задать. Такой серьезный подход и неподдельный интерес со стороны молодежи – прямое доказательство нужности и важности проведения подобного рода мероприятий. Вообще я очень люблю читать, я могу в интернете что-то прочесть. Ну вот я решила посмотреть на областную библиотеку, возможно здесь я узнаю что-то новое, ну может быть какие-то новые знания, познакомлюсь с писателем. Мне очень захотелось тоже принять участие, как мои одноклассники, потому что я считаю это интересно и я очень люблю участвовать в таких акциях. Всего в рамках акции «Читаем верш по белорусскому» было запланировано и проведено 8 встреч, за время которых учащиеся города над Богом не только пообщались с интересными людьми, но и много узнали о Второй мировой войне и Великой победе. Сложно переоценить значимость подобного диалога с молодежью. Их восприятие реальности, их видение своего, а значит и нашего общего будущего, зависит от того, насколько точными и правильными являются знания о прошлом. Так как именно тот народ, который помнит историю, знает и чтит традиции, культуру и язык, может почувствовать, в чем нуждается родной край и помочь его дальнейшему становлению и развитию.